Привет из прошлого. 18 декабря 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин выступил на заседании Мосгурдумы с ежегодным отчетом о результатах своей деятельности. Результаты его деятельности видит каждый житель в своем районе. Но мне был интересен его ответ на вопрос Максима Круглова. Давайте послушаем. Здравствуйте, Сергей Семенович. Сегодня для системы принятия решений в Москве характерно явное смещение в сторону исполнительной власти. Да, действительно, некоторые решения исполнительной власти идут на благо города. Но, тем не менее, большая часть этих решений является волюнтаристскими. Мнения жителей игнорируются, исполнительная власть часто не чувствует ответственности ни перед москвичами, ни перед законодательным органом столицы. Примеров множество. Именно так в Останкинском районе принималось решение о строительстве под окнами жилых домов самого высокого в Европе колеса обозрения. Несмотря на то, что абсолютно все жители, которых хоть как-то касался этот проект, единодушно выступили против. Именно так принималось решение о переводе значительной части 40-й больницы в коммунарку из Алексеевского района. Опять же, несмотря на сопротивление жителей. В Ховрино, вопреки воле 15 тысяч жителей, что подтверждается просто реально собранными настоящими подписями, реализуется строительство многоэтажного комплекса на месте снесенной недостроенной больницы. В этой же логике по всему городу проводятся публичные слушания. Казалось бы, публичные слушания – такой очевидный инструмент для учета мнения москвичей, для диалога с ними. Однако они проводятся совершенно по-другому. Очень часто на них нагоняется массовка. Проводятся они очень конфликтно. Мнение жителей демонстративно не учитывается. Собственно, Сергей Семенович, вопрос. Считаете ли вы нормальной систему, при которой все полномочия по принятию решений реализует именно исполнительная власть, зачастую полностью и демонстративно игнорируя мнения москвичей? Спасибо. С Новым годом пошел нафиг! Максим Сергеевич, я солидарен в вашем беспокойстве. Должен сказать, что мы стараемся там, где это возможно, полностью учитывать, полностью или частично медиа москвичей. Каждый случай пытаемся разобрать и сделать все возможное, чтобы избежать того или иного конфликта. Самое сложное это колесо обозрения мы сделаем так, чтобы ни освещение этого колеса, ни музыка не мешали жителям, отнесли как можно дальше, насколько это возможно было по этому проекту. Но, тем не менее, конечно, непростой такой проект. Я еще поручу ВДНХ, чтобы они подумали, поработали с жителями. Стоп! Сергей Сергеевич, вот на этом месте я вас прерву и, хотел сказать, лишу работы и сохраню ваше время. Смотрите, слушайте и не говорите потом, что не слышали. 18 октября 2019 года в Мосгордуме прошло заседание по обсуждению строительства колеса обозрения с инфраструктурой. На встрече присутствовали жители Останкинского района, муниципальные депутаты, эксперты в области градостроительства, экологии и архитектуры. Из приглашенных на встречу представители различных структур не побоялись прийти только из МЧС и ВДНХ. И вот что ответила представитель ВДНХ по поводу этого проекта. Хотела бы сказать, что строительство колеса обозрения является частным инвестиционным проектом, который осуществляется за собственные следствия компании ООО «Колесо ВДНХ» и входит в компанию регионы. Территория колеса обозрения привыкает к территории ВДНХ, но не является территорией ВДНХ. Также эта территория передана компанией ООО «Колесо обозрения», «Колесо ВДНХ» в аренду. И ВДНХ колесу – это отдельный инвестиционный проект, который просто располагается рядом с территорией ВДНХ. – А «Колесо ВДНХ» можно назвать? – Ну, это просто компания, которая имеет название «Колесо ВДНХ». – ВДНХ не было. – Вообще никакого отношения. – Еще раз я хочу повторить, что эта территория не является территорией ВДНХ. Арендатор земельного участка является компанией ООО «Колесо ВДНХ», входящей в группу компаний регионов. – Глубоко копает. – ВДНХ открестились от «Колесо обозрения». Все принадлежит организации ООО «Колесо ВДНХ», состоящей из трех человек и уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Поговорите с ними. А еще лучше приходите к нам на зарядку. Каждые выходные возле южного входа ВДНХ. Смотрим дальше. – Что касается Ховринской больницы, я был на встречах с жителями. Они изо всех сил меня просили, говорят, ну сделайте что-то с ним. Больше 30 лет стоит этот гроб, трущобы, в которых наши дети там бегают, получают травмы. Не дай бог, что-нибудь случится и так далее. Мы беспокоимся за ним. – Пожалуйста, Сергей Семенович, сделайте. – Я говорю, да, я постараюсь. – Опять следующее. – Ну сделайте что-нибудь. – Я говорю, да я пытался. – Это вообще федеральная недвижимость, мы ничего приступиться к ней не можем. – Говорят, нет, вы сделайте что-нибудь. – Хорошо, я сделал. – Пошел премьер-министр, подписал письма, поручения. Мы забрали эту хвободу в собственность города. И когда мы обсуждали, мы говорили, а что там нужно? – Ну построите хоть что-нибудь, жилье там построите и так далее. Мы снесли этот объект. Один снос там потребовал огромных денег, потому что действительно такое сооружение. Восстановить его было невозможно, потому что несущие конструкции были утрачены. Да и, собственно, такой проект он был бы не востребован. Согласен, снести ее надо было давно. Но вы забыли сказать главное, из-за чего она была недостроена. Огромное строение возвести было невозможно из-за реки Лихоборки. На определенном этапе строительства под фундаментом стал резко проседать грунт. Но город увидел большой лакомый кусок земли и решили возвестить жилой комплекс. Молодцы! Мы с самого начала говорили, что там построим жилье для социальных проектов, для социальных программ, для очередников, для жителей по программе реновации и так далее. Эта площадка не включена в программу реновации. Там будет построено коммерческое жилье. Приняли такое решение, провели слушание, реализуем. Оказалось, что тоже конфликтные. Жители хотели, чтобы в конечном итоге, чтобы благоустройство, площадку сделано. Приняли решение. Конечно, можно метаться, сначала начать строить, потом бросить, зарыть котлован и так далее. Тоже как бы не очень хорошо. Да-да-да. Проводились публичные слушания, и жители хором сказали. Строй жилой комплекс! Жителям нужны социальные объекты. Сады, школы, поликлиники, больницы. Парки, наконец. До которых не добралась рука благоустроителя. Взгляните на этот проект. Социально-культурный центр «Ховренка». По-моему, в таком духе и должны использоваться освобожденные от долгостроев участки города. Ну и теперь послушаем про сороковую больницу. Что касается четвертой больницы, да, вы сказали? Сороковая больница? Да. Мы ее не ликвидируем полностью. Мы частично оставляем, как раз по просьбам жителей. Но вот в исторических и старых разваленных корпусах, которые там есть, это же онкологическая клиника, ну просто невозможно качественную помощь оказывать. Ну просто, ну невозможно. И что там мы с этими корпусами разваленными будем делать? Да, в 2018 году больница отметила свое 120-летие. Здесь вам и старые разваливающиеся корпуса, вот так вот выглядят разваливающиеся палаты. Фотографии палат были сделаны в сентябре 2018 года, когда к ним приезжали корреспонденты газеты «Московская медицина». Ужасно выглядит, да? Поэтому мы представляем для больницы первоклассную, самую современную в России клинику. Это не просто там где-то же, ну там в коммунарке, но это лучшая общеклиника в стране. Такие клиники уже давным-давно не строили. Во-первых. Во-вторых, ну у нас в городе 30 многофункциональных центров клиник, разбросанных по всему городу. Поэтому в плане доступности все нужды будут обеспечены. И последние годы в эту больницу ходило, по-моему, процентов 10, а 90 уже не ходили туда. Да ладно, 10%? А что вы скажете про этот пост от 2017 года? В нем прекрасно расписано, как все хорошо с посещаемостью, и даже идет речь о возможностях увеличить поток пациентов. Почитайте. Ссылку я оставлю в описании. Ну а дальше Остапа понесло про то, что человек с онкологией может спокойно добраться на другой конец города и вернуться. Про что-то там раз в 5 лет. В общем, не хочу пересказывать этот бред. Лучше послушайте сами. Визари в другие районы, в другие клиники. Потому что когда человек выбирает, он же выбирает все-таки, старается выбрать не ту клинику, которая ближе, а ту, которая лучше. Если поликлинику мы ходим каждый день с вами, ну не каждый день, каждый год как минимум, а некоторые и каждый день ходят, то в стационар попадают в среднем там раз в 5 лет. И доехать до первоклассной хорошей клиники, получить качественную медицинскую обслуживание гораздо важнее, чем в шаговой доступности это делать. Вообще вот наши богатеи, миллиардеры и так далее, рожать ездят там в Лондон или там в худшем случае Курцеру. Слушайте, ну мы модернизировали большинство наших клиников, модернизировали роддома. Многие из них сейчас, они высокого уровня такого, ну приближены к мировому уровню. И мамы, когда выбирают, где рожать, они едут в качественный роддом. Не тот, который ближе, а в качественные. В качественные, современные. В этих прогнивших стенах, если там ничего невозможно сделать, ну зачем туда людей загонять? Мы можем это сделать, ну просто это бессмыслица какая-то. Но в целом я согласен, конечно, надо выстраивать диалог, слушать друг друга. По поводу работы исполнительной власти, я сам был много лет депутатом, если вы помните, даже председателем ЗАГС собрания. И глядя на безобразие исполнительной власти, мне в один прекрасный момент это все надоело, я сам пошел в исполнительную власть. Так что у вас тоже есть еще шанс, молодой человек. Вот так вот, получается, власть заботится о нас, делает нам хорошие вещи, а мы, несмышленыши, не можем этого понять своей головой. Все же делается для нас, для нас. Какие ответы нашего мэра понравились вам больше всего? Напишите об этом в комментариях. Всем пока! Мы эту Москву поганну строим, а то я тут биографирую сколько. Москву поганну? Да какая жена еще!